В Люберцах прошел 10-й юбилейный конкурс среди учеников школ по парикмахерскому искусству. Он называется «Весенний вернисаж 2017». Участники конкурса продемонстрировали пять видов работ от фантазийной прически до стиля «Русские ремесла». За работой талантливых мастеров наблюдала и наша съемочная группа. Юные визажисты, стилисты и дизайнеры представили свои работы на 10-м юбилейном конкурсе «Весенний вернисаж 2017». Люберецкие школьники готовились к этому в течение нескольких месяцев и продемонстрировали пять видов работ. Фантазийная прическа, фулл-фэшн-лук, вечерняя прическа, фантазийный образ на тему экологии и мейкап в необычном стиле – «Русские ремесла». Хочется отметить, что данный фестиваль уже у нас 10 лет. И не везде такие фестивали вижу, не везде, не в каждом муниципальном образовании. И мы видим замечательные такие фантазии, творчество наших участников. 2017 год – это год экологии в России, потому участники фестиваля представили эксклюзивные наряды, которые создавались из старых лазерных дисков, из целлофановых пакетов или из обычных пластиковых стаканчиков. Впечатления всегда такие хорошие, добрые, потому что что-то необычное вы видите в моде, тем более, как мы видим, в год экологии, допустим, из каких-то там утилизированных отходов сделать какое-то там платье, какое-то на голове что-то красивое изобрести. На фестивале юные стилисты и визажисты продемонстрировали также мейкап на тему «Русские ремесла». На конкурсе были представлены разные виды макияжа, например, в стиле русской народной росписи – кжель. Я победила, можно сказать, в кубке Гран-при. Это самый главный кубок, это как бы за все номинации. Мне помогал мой замечательный педагог Сергей Валерьевич. Я ему очень благодарна за это, потому что благодаря нему это все мои заслуги. Победители и участники апрельского юбилейного вернисажа планируют в будущем развивать свои таланты в области моды и красоты. Школьники уверены, что в дальнейшем смогут поступить в профильные вузы и стать известными дизайнерами, стилистами и визажистами.